Позвольте ввести вас в курс дела. Мало того, что темы выбраны, мягко говоря, неоднозначные, так еще и обзор двойной. Начнем с названия. Когда я делал последний выпуск рубрики «Как звезды поют вживую», где была Земфира, я почему-то сразу вспомнил ее выступление в Ростове, закончившееся ударом с двух рук по пианино. Тогда пришла идея, а что если сделать видосик про нервные срывы музыкантов? Но согласитесь, чем делать какую-то подборку с... Бомбану! Лучше попробуем взглянуть чуть более основательно на одни из причин. То есть речь скорее пойдет о последствиях появления этих самых хитов в контексте отношений между музыкантом и слушателем. Ведь даже одна песня может навсегда изменить судьбу коллектива. Это что касается первой части. А во второй мы коснемся любимого выражения всех бунтарей «Я никому ничего не должен». Надеюсь, будет интересно. Приятного просмотра. Спонсор выпуска арт-проект Blackout Kids. Музыкальные истории, наполненные яркими образами и не только. Ребята отвергают современные тренды и создают свою собственную художественную вселенную. Объединяя талантливых авторов и создавая уникальный стиль для еще большего погружения слушателей в их творчество. Проект привлекает художников, фотографов, писателей. Публикуют графический, литературный, фото и видеоконтент. А в будущем они планируют создавать анимационные и даже полнометражные фильмы. На данный момент выходит их дебютный полноформатный альбом. Делают интересно, видно, что вкладываются. Рекомендую глянуть. Все необходимые ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok На исходе он сказал об этом только членам своей семьи. Когда я звонил ему и спрашивал, Джон, ну как ты там? Ответ всегда был один. Устал. Я устал. Я совершенно разбит. Однако подобное случается и на публике. Наверняка многие из вас натыкались и на видео, и на статьи про музыкантов, которые ненавидели свои главные хиты. И подобных заморочек творца очень много. Когда Куин работали над альбомом Hot Space, Роджер Тейлор записывал свои партии сквозь зубы. Цитата. Раз мы играем подобные. Не становимся ли мы попсой? Дэвида Боуи бесили люди, которые подходили к нему после выступления и говорили Вау! Вы исполняете песни Нирваны на своих концертах. Это здорово! Тогда Боуи думал про себя. Вот малолетние дебилы. Это моя песня. Есть целый список произведений, которые на самом деле являются кавер-версиями, но они настолько успешны, что про оригинал мало кто знает. И так далее. Человек, который продал мир среди неискушенных слушателей, была одной из таких. Таким образом, можно сказать, что есть субъективные и объективные факторы недолюбливать определенную часть своего репертуара. Роджер какое-то время хотел играть каноничную рок-музыку, поэтому на эксперименты с легким звучанием смотрел из-под лобья. Все остальное, концепция, качество, потенциальный успех и прочее отходило на второй план. Том Йорк. Во-первых, самое главное, чему мы еще уделим особое внимание, группа не хотела быть коллективом одного хита. Во-вторых, текст. Песня вышла в 1992 году, а написана она могла быть еще раньше. Тому тогда было 23-24 года. Ты прекрасна, ты прекрасна как ангел, а я плачу и вообще слезняк. Молодой парень, исполняющий страдальческую песню, ну классика. Но может ли быть такое, что Том в какой-то момент просто перерос те стихи? Чтобы ответить точно, надо знать, как текст был написан. Вдруг там не лирический герой, а личные переживания, которые со временем стали ему не близки. Ну плюс-минус, скажем, объективно. Да, иногда они к ней возвращаются. Но то ли из-за ностальгии, то ли ради фанатов, только он знает. Зимфира. О том самом эмоциональном всплеске на выступлении в Ростове ходит много слухов. Кто-то говорит, что она просто была не в духе. Кто-то все спихивает на плохой звук. Мол, ну накипело. Но судя по тому, что мне удалось найти, причина имела накопительный эффект. Допустим, помимо всего только что озвученного, было еще вот такое. Об этом, кстати, пишет множество тех, кто там был. Да, образовалась группа людей, выкрикивавших названия старых песен. И можно даже не говорить про то, что, как правило, за концерт исполнители и так играют большинство своих хитов. Это лишь вопрос времени. Но вы просто представьте ее чувства в тот момент. Ты пишешь новые песни, что, как известно, не всегда легко. Закладываешь определенные эмоции, пытаешься порадовать верных слушателей, и о тебе говорят. Блин, да, мне вообще по***ю. Сыграй вот эту вот, вот эту вот. Вы знаете, меня не впечатляет более позднее творчество Металлики. Но никогда такого не было, чтобы я сказал, не, даже слушать не буду, лучше мастеров папиц поставлю. Это дико. Разумеется, у Земфиры все нормально. Новые песни появляются, и активность на них тоже есть. Но случаи очень показательны. Курт Кобейн. Относительно давно на канале появилось конспирологическое видео под названием «Кто убил Курта Кобейна». Тогда я больше склонялся к тому, что его убили. Ну, прям очень похоже на правду. I know who wacked him. Сейчас больше верится в версию про самоубийство. Если вы посмотрите все документальные фильмы о нем, ознакомитесь с интервью и перечитаете тексты, то сразу заметите, Кобейна музыка счастливым не сделала. С приходом уже первой популярности он стал задумываться о том, что пора уходить. Ключевой момент. Он даже не рассчитывал, что у группы будет такой колоссальный успех. Есть музыканты, прощупывающие коммерческую составляющую. Это зайдет, это не зайдет, здесь надо сделать так, это так, это будет хит, заработаем денег. А есть те, кто пишет песни так, как они идут, не задумываясь о последствиях. Курт был таким. Он пишет песню про изнасилование или похищение, и люди такие «Да это охуенно! Хочу потанцевать!» И он такой «Ну и как я должен на это реагировать?» Подходить к каждому и объяснять ты не будешь. Поэтому многие решают просто уйти. А самое скверное, что ты тут не скажешь. «Да, где же твой стержень, мужик? Надо было быть не таким, надо было быть вот таким». Но тогда он бы не был собой. Следовательно, не стал бы тем, кем стал. И говорить сейчас было бы не о чем. Мурат Насыров. Небольшая предыстория. Знаете, вот эти вот все рассказы о рассказах знакомых, ваших знакомых, о знаменитостях. Я за свою жизнь слышал достаточно. Диму Билана хорошо знали в Нальчике. «Ну, было здорово. Спасибо большое, Кабардин-Балкарин». Я тоже оттуда. Катя Лель тоже оттуда. Тюрков там также немерено. Так или иначе, находились знакомые люди, которые или дружили с ними, или учились вместе. Но почему-то с детства в голове отложилась именно история о депрессии Мурата Насырова. Когда он понял, что все хотят слушать только «Я, это ты» и «Мальчик хочет в Тамбов». А про свои новые работы он говорил так. «У меня есть новые песни, но вы все равно не захотите их слушать». И относительно недавно на подкасте у Ануара Сарик Андреасян рассказал эту историю чуть ли не слово в слово. Добавив подробностей, что именно после этого случая появилась информация о том, что Мурат погиб. А погиб он, упав с балкона многоэтажного дома. Что неудивительно, сейчас версии уйма. От неправды он был таким счастливым, до в тот вечер он был сам не свой. Мурат Насыров, вы сказали, что когда все это случилось, что ему надо было немного подождать. Что вы имели в виду? Да что-то я не знала, честно говоря, что он в таком состоянии душевном находится. Потому что я не замечала этого. И на песню «Года» он принес несколько песен, которые мне, честно говоря, не понравились. Я ему сказала, ты знаешь, Мурат, подожди немножко, потерпи, давай займемся. Вот сейчас закончится вот этот год, и с начала года давай займемся, потому что ты можешь, ты можешь круче. Потому что лишь бы выйти на сцену и спеть, тебе нельзя, потому что это это имя. Он говорит, да, я понимаю, я понимаю, все понимаю. Короче, песни недостойны того, что он может. Другой уровень. Да, я ему говорю, лучше давай ту старую, про любовь эту мою любимую. Ну, могла бы и разглядеть, что-то такое. Мне никто ничего не сказал, я могла бы разглядеть, наверное. И подобный прецедент далеко не единственный. Честер Беннингтон. В мае 17-го года группа Линкен Парк выпустила свой седьмой студийный альбом. Коллектив заранее заявил, готовьтесь к неожиданному. Честер, у нас осталось еще много хорошего материала, которого должно хватить, чтобы бросить вызов нашим поклонникам. Мужик сказал, мужик бросил. От ню и рэп металла они дошли до поп-музыки, которую крутят на Муз ТВ. Альбом встретили ужасно. Фанаты говорили, повелись на попсу, критики ставили оценки, один или два из пяти. Спустя пару месяцев он повесился. Возможно, совпадение. А возможно, такая реакция на альбом тоже сыграла свою роль. У него были проблемы с алкоголем и наркотиками. Как Честер сам признавался, он всю жизнь пытался заглушить боль после изнасилования. Когда ему было восемь, его изнасиловал парень постарше. Психика и так была неустойчива, и вдобавок ко всему группа столкнулась с огромной волной критики. Все та же, Металлика критикуется не меньше, а фраза «Скатились после пятого альбома» стала легендарной. Но у них все равно есть огромный костяк всепрощающей фанбазы. Линкен Парк линчевали чуть ли не все. Мурат не мог покончить с собой, он готовился к свадьбе. Да, а Честер готовился к концертам, у него тоже были дети, у Курта была дочь. Как можно даже попробовать понять мышление человека, готового умереть от удушья по собственной воле? Наверняка многие из вас начали задаваться вопросом, ну и что дальше? И с одной стороны, наверное, действительно ничего. Сэ леви, не хочешь не живи, тебе никто ничего не должен. Но с другой, взять того же Кобейна, он закладывал определенный смысл в каждую песню. Это был его способ общаться с миром, потому что сам по себе он был очень замкнутым. Но со временем Курт осознал, меня никто так и не понял, решил уйти. Можно ли винить слушателей? Ну, скорее всего нет. Разумеется, нередко музыкантов убивают фанаты, точнее их реакции, ну, неумышленно. После того, как автор обнародовал произведение, оно в какой-то степени становится произведением тех, кто его трактует по-своему. Тебя не поняли? Выражайся яснее. Не хочешь? Ну, будь готов. Позвольте, для полноты картины перетяну одеяло немного на себя. Буквально на днях я и Игорь с канала Ваганыча публиковали кое-какой небольшой музыкальный релиз. Он получился не идеальным, но люди, слышавшие самую первую EP, сделанную в рамках проекта «Как написать альбом с нуля», не дадут соврать. Прогресс налицо. Я понимаю, что многим из вас это неинтересно, но подобный подход также сказывается и на видеоконтенте. Так как перейдя от пи***а к ворочению мешков, ты начинаешь лучше понимать какие-то нюансы. Так вот, ты публикуешь материал, читаешь отзывы, чтобы провести работу над ошибками и думаешь «Угу, замечание». «Так, надо качественнее записывать вокал». «Угу, справедливо, в следующий раз буду записывать с преподавателем». «Но есть вещи, которые ты не понимаешь вообще». «Не люблю этот жанр». «Этот? Тут есть и ракешник, клубняк, дипхаус и хопчик». «Чё?» А тексты отдельный разговор. Всего отличилась пара человек, но всё же. Детская тематика выбрана. Детская? А о чём альбом? Не знаю. Хотя всё вращается вокруг ментальных проблем и их последствиях, к слову, похожих на проблемы наших сегодняшних героев. Более того, если послушать один раз, то вы заметите, что главный герой добирается до больницы. Открытый мир. Если послушать второй раз, он уже в больнице. Он двигается в замкнутом пространстве. К чему я веду? Слушателю плевать, ему и должно быть плевать. Без желания он не должен в этом разбираться. А вы представьте, когда это дело всей твоей жизни. Это всё воспринимается в тысячекратном размере. Тут каждый должен решить для себя. По-хорошему, мне стоит занять позицию, призывающую людей поддерживать творцов. Тем не менее, мне всё же кажется, что автор должен зрителю гораздо больше. Ну, уйдёшь ты с ютюба, подписчик найдёт новый канал. Ну, уйдёшь ты, со сцены придут другие группы. Да, не без фанатиков, но даже когда уходили легенды, люди всё равно музыку слушали. И новую тоже. А уйдёт от тебя аудитория, что тогда? Погоди, кто ещё был из клоунов, известных кроме Джокера? Ну, кроме батл-рэперов, которые хуйни пишут. Пока человек является частью социума, он должен быть достойным гражданином. Должен, сука. Как говорится, чемпионом ты можешь и не быть, но человеком быть обязан. Это факт. Но что насчёт творчества? Не знаю, как минимум, ты номинально обязан стараться не подводить верных тебе людей. Хочешь экспериментировать? Здорово, но пусть это будет выглядеть так, что ты старался. Это качественный эксперимент. Тогда и реакция будет вроде, ну, респект за старание, но чё-то не очень. Даже ради людей, оставляющих комментарии, лайк до просмотра. Стоит рвать жопу. А теперь вернёмся к первой главе и зададим вопрос. Обязан ли слушатель? Опять же, по-моему, нет. Но было бы неплохо. Не обязательно, но желательно. Да, тебе не должны нравиться новые песни Земфиры больше, чем признанные хиты. Ты же не можешь себя заставить. Но ты можешь, как минимум, проявить элементарное уважение к человеку, написавшему твои любимые песни. Может быть, если бы ЕЛП, их преданная аудитория, не говорила, что галимая попса скатились в продажные твари. Может быть, Честер сейчас был бы жив, кто знает. Понимаю, что получилось сразу много всего, но дробить данную тему на два отдельных выпуска было нецелесообразно. Всё равно пришлось бы постоянно ссылаться с одного ролика на другой. Надеюсь, судьбу уловили. Артист ещё как должен. Помните, как вот эти вот двое свинтили с батла, записали песенку на коленке для девочек? Дорые глаза бы, девочка одна. И прикрылись. Ой, мы ничем никому не обязаны, сами себе что-то там придумали. Мне вообще на маникюр пора, кстати. Не обязан ты был идти сюда. Я не знаю, это представьте, Конор Макгрегор такой выходит. Чё-то мне кажется, что у Хабиба физуха помощнее будет. Не, я пошёл. У меня была идея фикс, там, если вдруг я попаду с ним в пару, я им позвоню и предложу сделать совместный трек и уйти. И неважно, какой будет раунд. Серьёзно? Наверное, в третьем раунде вы бы тоже ушли, да? Когда ещё все хайповые имена были на месте. Опять же, моё мнение. Музыкант, блогер, актёр, режиссёр, кто угодно. Обязан делать всё возможное, чтобы не разочаровывать своих людей. Вот есть Джон Лайден, да? Голос группы Sex Pistols. Когда его прослушивали, он никого не впечатлил. Цитата. Джон больше кричал в микрофон, чем пел. Он просто кривлялся. Но его взяли, разглядев в нём потенциал. Если так можно выразиться, то пению научиться можно. Но мышлению, которое может сделать твоё пение особенным, с этим уже сложнее. В каждом интервью своём говоришь о том, что нужно быть профессионалом, работать с профессионалами, стремиться к офигенным концертам. Как это вяжется с тем, что ты даёшь человеку, не умеющему играть бас-гитару и уча его? Нужно удрочить, задрачивать, чтобы он же к этому шёл. Видишь, тут такой момент. Мне намного сложнее было бы работать с... Ну, просто с сессиончиком по договору, например. В ряду того, что мне сложно выстраивать отношения внутри коллектива, если человек, ну, изначально не понимает философию моего творчества и моего подхода. И меня там не знает. Вот. И поэтому для того, чтобы концерт выдался душевным, интересным и клёвым собранным, нужно, чтобы люди окружали понимающие. Вайп ты не сможешь развить внутри коллектива заказными музыкантами, а профессионализм разовьёшь. И что у нас в итоге с группой Sex Pistols? Его взяли, разглядев потенциал. Со временем всему научился. В итоге, знаковый коллектив. Другой пример. Юлия Самойлова. Евровидение. Не будем опять набрасываться, и так критики хватило. Походило всё больше на попытку надавить на жалость. В итоге и свои не поддержали, и чужие. Потому что люди всё чувствуют. А что касается другой стороны медали, ну, ни для кого не секрет, что принято только ругать популярных неугодных, нежели нахваливать малоизвестных и перспективных. Лучше же пойти поставить дизлайк Моргенштерну и написать, какой он плохой, что, кстати, тоже продвигает ролики, чем написать какому-нибудь хорошему автору «Молодец, так держать». Заметили, что дизлайки ставят охотнее, нежели «Что? Я должен поставить мой царский лайк?» Настоящие монстры музыки ломаются. Чего уж говорить о других. Да, музыкант крутой, он на сцене, и все хотят быть именно там. Но если не люди, которые под ней, то о чём вообще говорить? Поэтому от слушателей зависит очень многое. Ну а на сегодня всё. Всем большое спасибо за просмотр, слушайте хорошую музыку, и пока-пока.